Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Японии по поводу атаки на дом инвалидов. Молодой человек с ножами напал на постояльцев пансионата. 19 человек погибли, тяжело ранено еще 20. Убийца попал в пансионат в половине третьего ночи, разбив стекло молотком. В здании был один охранник и 8 сотрудников. За полчаса мужчина атаковал почти половину всех постояльцев. Некоторых связывал скотчем. Через полчаса преступник сам сдался полиции. Он пришел в участок со словами, которые на русский можно перевести, наверное, так. Пропади они все пропадом. Власти говорят, что случившийся не теракт. Полиция не нашла связей с какими-то террористическими группировками, сломистскими в частности, от случившегося в шоке, конечно, все местные жители, которые хорошо знали нападавшего и не ожидали подобного. Я очень удивилась, что преступником оказался человек из нашего района. Когда моя дочь была в начальной школе, у нее была программа обмена со школой и группой учреждений, где произошла атака. Она знала преступника или, по крайней мере, была с ним знакома и говорила, что он очень добрый. Так что все в шоке. Он был очень веселым из тех людей, которые всегда первые здороваются. Убийцей оказался 26-летний японец. Примечательно, что он работал в этом самом учреждении с 2012 года. Однако в феврале 2016 парень попал в больницу после заявлений, что мечтает убить всех инвалидов. Он даже писал правительству с просьбой уничтожить людей с ограниченными возможностями. Японские врачи отпустили мужчину спустя два месяца. С тех пор он нигде не работал. Молодой человек был наркоманом, регулярно курил марихуану.